Всем привет дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и мы сегодня посмотрим игрушку, которую нам прислали разработчики под названием Bad Dream Fever. Следующая голова после Bad Dream Coma. Мы как-то в прошлый раз, по-моему, мы смотрели данную игрушку, это очень интересная, в принципе, такая головоломочка, которую мы сегодня, ребят, вместе с вами посмотрим. Если она вам понравится, то обязательно ставьте лайкосик, ссылочку я оставлю внизу в описании, скачивайте и наслаждайтесь. Ну что ж, Desert Fox, молодой и очень талантливый польский инди-создатель игры, он ее сделал, насколько я понимаю, выйдет на 15 ноября, нам прислали заранее ключик и, соответственно, здесь у нас мир покрыт странными чернилами, неизвестная чума, собрала свой жестокий урожай. И здесь в игре есть и климат определенный, который у нас, я так понимаю, все происходит именно во сне, каком-то климат мира, напоминающий сон во время лихорадки, какое-то такое вот интересное описание, творческие загадки, изысканные локации и искренняя и сложная история. Ребят, ну что ж, давайте будем начинать, посмотрим, что у нас здесь будет. Музыки в игре нет? Я, наверное, наложу музычку, я тут вижу, что я уже немножко... О, господи, что происходит? И немножко уже тут в этой локации полазил, и тут нужно было только лишь нажать на... На пульт. Господи, как громко! Bad Dream Fever! Да, ребята, атмосферненько. Сегодня будем, кстати, немножко пугаться, и сегодня будем разгадывать разные, разные интересные вещи. Так, двери, двери закрыты. Часы, часы, можно как-то перевести, нажать на что-нибудь, нет. По-моему, по-моему, ничего не могу. Так, ладно. Что же нужно будет сделать? Может быть, книжка? То есть, суть... О, кассету могу взять, нет? Так. А суть этой игры в том, что нужно мышкой нащелкать то, что можно, в принципе, с чем можно взаимодействовать. Какие-то, может быть, предметы здесь можно взять и попытаться... Ключ! О, я взял, нашел ключ, отлично! Ключ нашел. Так, это какая-то игрушка у нас, ключ, может быть, от дверейную? О, нормально, ребята, вышел из этой комнаты, ключ мне помог. Так, рулетка есть. Так, те двери у нас закрыты. Опа! Слушайте, у меня что-то вывалилось. Я сломал то ли замок, то ли что-то я сделал такое. Не знаю, ребят, что-то я сделал. Видимо, не знаю, надо было это или не надо было делать. Непонятно. Так, чем можно повзаимодействовать? Посмотрите, тут огромное количество всяких бутылок. Так, мы находимся в кладовке. Можно, вот, лампочку покачать. Может быть, клей нашел, нормально. Я нашел клей. О, а наверху ручка. Ручка, ребят, отпала. У нас есть клей и ручка. Мы возвращаемся обратно в ту самую комнату, в которую пришли. Так, может быть, какие-то еще инструменты можно будет набрать. Вау, ребят, что это такое, что это? Это у нас деклофос, что ли? Я не знаю. Может быть, нужно по максимуму надухориться, а? Смотрите. Все уже потемнело, весь экран уже потемнел. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но, по-моему, мы в комнате нам шикали очень много. Видимо, нужно будет проветривать. Я не знаю, чем это все закончится. Может быть, таким вот образом нужно будет как-то, да, сделать или нет? Все вообще черное, абсолютно ничего не вижу. Так. И что дальше? Нет, по-моему, ничего, ребят, абсолютно не случилось. Нужно проветрить комнату, тут мы иначе задохнемся. Я не знаю, может быть, нужно... О, ребят! Слушайте. Так. Она опять отпала. Погоди, что-то, мне кажется, получилось. Ну-ка, если возьмем мы клей, можно как-то взять... Может быть, нужно... Клей и ручка. Я... У меня что-то получилось, универсальный клей. Так, 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 засеките 5 секунд после использования. А, избегайте контакта с кожей. То есть, видимо, мы все сделали правильно, теперь мы клеим, ждем 5 секунд, я так понимаю, да, а потом мы приклеим вот эту ручку, да? Нужно, будешь, подержать ее подольше, чтобы она у нас приклеилась. Ну, как бы, все или нет? Может, нужно же тут время какое-то, чтобы прошло некоторое, а? Так. Так, не, нифига, нифига не работают. Какие-то моменты, где буду тупить, я, ребят, все вырежу, чтобы вам было удобнее смотреть. Ну, соответственно, давайте подождем. Так, тут у нас какое-то время идет. Опа, что такое? Время замедлилось, пошло обратно. Оу! Стрелочка отпала. Так, что-то мы сломали, по-моему. Так, что делать? Что делать, что делать, что делать, что делать? Сверло, он можно взять, наверное, выстрелить эти двери. Не знаю, ребят, прошло, ведьма. Окей, дверь открывается, появляется какая-то дамочка. Фу, пока не советую заходить в эту дверь, она говорит. Да ладно. И что там такое? Картина там так себе, а запах тем более. Мне тошно от одной мысли. Я в маске, и мне все равно тяжело приносить эту вонь. Отовсюду капает темная липкая слизь, и от ее запаха выращивает наизнанку. Мерзость! Сказала я абсолютно незнакомым человеком. Выйди из туалета. Я имела в виду выход наружу, а не туалет. И видишь ли, на мир обрушилась абсолютно новая разновидность чумы. Тела жителей города наполнили ужасные темно-синие чернила. Не думая, что кто-нибудь выжил. Тела разлагаются и гниют на улицах. Ни лекарств, ни вакцины пока не существует. Я пытаюсь разобраться во всей этой ситуации. Если хочешь, можешь помочь мне остановить жуткий вирус. Мне кажется, вместе у нас больше шансов остаться в живых. Но тебе нельзя уходить без подготовки. Внимательно смотри на мою комнату. Что-нибудь оттуда тебе точно понадобится. И по поводу туалета. Не советую пока туда заходить. Что-то надо осмотреть комнату. Может быть, сейчас что-нибудь заберем. Так, чтобы можно забрать рулетку. Может быть, нет. Если мы объединимся, у нас будет гораздо больше шансов остановить чему. Согласен. Это я согласен. На роль мозга операции предлагаю себя. А ты будешь заниматься делами на месте. Но я не могу послать тебя на здание без соответствующей подготовки. Думаю, в моей комнате мы точно найдем что-нибудь полезное. Окей. Я надеюсь, музыка не слишком громка. Если что, мы можем ее немножко убавить. То она громкая, то она тихая. Давайте чуть-чуть ее убавим. Ее комната, наверное, здесь. Не хочу пугать тебя, но Чумана улица, это не шутки. Тебе еще явно рано встречаться с ней. Пока побыть у меня. Туда именно никак не выйти, да? Никак не выйти. К сожалению, она нас не хочет упускать. Да, я знаю, о чем ты думаешь. Это нечестно. Я буду сидеть в этом унылом безопасном убежище. А ты занимайся всякими увлекательными вещами. Что делает мир несправедлив? О, эти бесчестные приключения. Уже завидуем. Впрочем, мы не можем позволить себе ставить развлечения выше здравого смысла. Нужно как-то подготовить тебя к выходам. Приглашаю в свою комнату, у меня там куча полезных вещей. Сюда, это ее комната, да? Упс, прости за бардак. Ну, тут не настолько ужасно. По крайней мере, почти все лежит на виду. Здесь точно найдется что-нибудь полезное. Отлично, благодаря рации мы сможем поддерживать постоянный контакт. Какие бы беды не постерегали тебя о приключениях, слушай мои советы, и ты обязательно справишься. Осталось только вставить батарейку, и мы сможем протестировать оборудование. Не поищи вторую рацию. По-моему, я видел ее где-то в мастерской. Ну ладно, давай сейчас глянем вторую рацию. Где-то ты ее видел-то. Погоди. Я не храни батарейки в мастерской, это слишком влажно. Вернись в мою комнату и ищи. Слушай, ты же сказал, вторая рация у нас в мастерской. Говорю тебе, батарейки не здесь. Ну ладно. Батарейки не здесь, может быть где-то здесь. О, здесь точно есть батарейки. Так, нормально. Хорошо. Теперь возвращаемся обратно, да? Хорошо, батарейка у тебя. Теперь ставь ее в рацию. А как? Так, батарейка. А где моя рация? Как мне ее найти? А вот здесь. Так, по-моему, ставили, взяли мы рацию. Отлично. Рация. Готова. Ух ты, как она переметнулась-то быстро-то. Тут вышла проблемка. Я нашла вторую рацию, но она, увы, не работает. Я бы проверила, что с ней не так, но у меня тут руки кремом намазаны. Да ладно. Ну, можешь с ней разобраться? Короче, она нас использует реально. Она нас просто сейчас использует. Мы сейчас будем, короче... Давайте и... Ты же в курсе, что спрей токсичный? Ну, как бы, да. Если мы тут... А, спрей нельзя пользоваться, да? Нельзя этот... Ух ты, я что-то нашел отвертку. Так, нашел отвертку еще. Дальше. Чинить рацию дело нехитрое. Для начала сними корпус и загляни внутрь. А как? Так, нужно будет... Рация позволяет нам быть на связи. Следи, чтобы она всегда была при тебе. Окей. Так, давай открываем рацию и... О, господи. Уф, этими проводами пора на пенсию. Они чуть ли не рассыпаются у тебя в руках. Ничего удивительного, что рация не ловит сигнал. Самое время их заменить. Запасные провода в одной из коробок. Только я не помню в какой. Так, по-моему, все с рации. Так, дальше. В запасной... В какой-то коробке. Эти коробки абсолютно пусты. Где еще у нас есть коробки? Вон там. В этой коробке ничего полезного. Дальше. Попробую поискать другой. Хорошо. Так, а где-то еще коробки есть. Где-то еще реально коробки есть, а? Может быть, где-то, где-то, где же бы... Так, давай сюда, наверное, пойдем. Вот какая-то коробка есть. Вот еще коробка. Серьезно, где? Там тоже нет? Здесь какие-то провода. Вот, кстати, тоже есть валяются. Нет, это тоже не то. Это, видимо, тоже не то. Ладно, сейчас найдем. Часы у нас вообще сломались. Стрелочки выводились. Тоже, наверное, что-то я тоже здесь не вижу. Ничего. Странно. Вот здесь коробка. По-моему, я хранил провода в этой коробке. Мы нашли провода. О, господи, пауки! Сделай что-нибудь. Может быть, спреем? А? Смотри. Ихрена себе, паучара какой! Каким чудом они уместились в такой маленькой коробочке! Именно пауки из всех тварей, что могли выжить после чумы, нужно было выжить. Именно паукам, да-да-да, пауки они такие. Хотя нельзя забывать про зараженных крыс, мутирующих крокодилов, кровожадных птиц, падальщиков. Если подумать, выжило немало видов. Нынешняя экосистема располагает к развитию всяческих падальщиков. За этим, как волнительно наблюдать, наверное, тебе не терпится выйти и увидеть все своими глазами. Давай починим рацию и можешь идти. Ну, давай, без проблем, починим рацию. Так, ну, нужно провода, наверное, вставить сюда, да? Клиент нас налили сюда немножечко. И, я думаю, можно закрывать рацию, я думаю, наверное, готово, да? Скрутили ее, все. Так, готово, нет? Отлично, у тебя все получилось, и ты, наконец-то, можешь выйти на улицу. Ура, наконец-то, да. Ну, что ж, давайте мы рацию мы с собой возьмем. Почему-то он у нас не берет. Да, рация у нас с собой. Поехали. Давайте на улицу выйдем. Только как? Будь осторожней. Она нам говорит. Ладно. Так, мы выходим, видим стройку. Какая-то стройка есть. Эх, тебя нет всего пары минут, а мне уже надоело гадать. Куда ты там щелкаешь? А грохот и стук не очень-то помогает. Нам нужно убериться, что я смогу наблюдать за твоими действиями. Только так я смогу быть полезной. Так, есть бутылка. Непонятно, что там налито. Возможно, сыпи рут до доска. Лопата. Что можно взять? Так, мне эта стройка напоминает приключение Шурика. Так, какой-то крестик. Интересно, ребят. Может, там что-то закопано? Так, что еще можно взять? О, лестница. Так. Так, надо все, ребят, запоминаем, запоминаем, запоминаем. Следующая локация. У нас здесь какой-то трупецкий. Господи, что с ним? Кажется, ты не понимаешь. Тебе нужно любой ценой избегать контакта с чернилами. Не надо сразу же щелкать по зараженным. А, нельзя. Смотрите, здесь что-то написано. Это отражение. Так, ладно. Камера. Может, нам пригодится. С ее помощью я смогу смотреть, что ты делаешь. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Но с этими ужасными чернилами нужно всегда соблюдать осторожность. Всего пара капель на твоей коже, и все кончено. Поищи что-нибудь, чем ты можешь, сможешь дотянуться до камеры, не подвергая свою жизнь опасности. Чем можно? Ребят, нам нужно... Алло? Это ты? Очень мило, что ты звонишь, но в следующий раз просто используй рацию. Я прекрасно слышу тебя и по ней. Можно по телефону с ней созвониться, если что. Так, по чернилам... О, помнишь, я рассказывала про зараженных крыс и крокодилов-мутантов, бродящих по городу? Угадай, где они живут? Если ты не хочешь их разбудить, перестань стучать по крышке. Так, зашел в магазин игрушек какой-то ужасный, страшный магазин, серьезно. Смотрите, какие-то клоуны-роботы. Все как-то выглядят так довольно опасно. Куколки вот эти все. Дэм. Так. Что-то можно здесь взять. Нам нужна чернила. Мы нашли чернила. О, боже ты мой. Офигеть, какая страшная кукла. Я помню, какой-то фильм смотрел, ребят. Кто помнит, как называется фильм, где-то страшная кукла. Там, короче, всех резало. То ли Чаки, там какой-то Чаки, что ли. Чаки был какой-то тип. Так, ладно. Нужно нам достать камеру. Как это сделать? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, нам вернуться дальше? Может быть, пойти вперед или... А, вот так нужно. Я понял. Что можно сделать? Может быть... О, доска. Доска взялась. Ребят, доска взялась. Значит, ей можно взаимодействовать. Смотрите, мы отодвинули ее от чернил. И забираем камеру. Сломанная камера. Тебе удалось достать камеру? Уже лучше. Жалко, что мне все еще ничего не видно. Что ж, тебе придется обыскать это место самостоятельно. Ты точно найдешь здесь что-нибудь полезное. Когда закончишь поиски, приходи в мою мастерскую. Мы определим, что не так с камерой. Хорошо. А куда же я могу дальше пойти? И что же мне нужно будет дальше делать? Ребята, да, вот это вопрос. Ну, в магазине я тут вроде бы... Вот эта дверь, как бы здесь появился крестик какой-то. Я не знаю. Смотрите, могу включать свет, могу выключать. Может быть... Может быть, это как-то... Тоже работает, да? Либо с включенным, либо с выключенным светом. Что-то прояснять какие-то... А может быть, если включить свет, кукла не будет плакать? Не, все равно плачет. Так, ладно. Пойдемте посмотрим что-нибудь дальше. Что мы можем еще взять, ребята? Что-то, видимо, можно еще взять. Похоже, тебе удалось найти карту. Я нашел карту рядом с куклой, кстати, лежала. Она поможет тебе перемещаться из одного места в другое. Если забудешь что-то взять и сделать, ты всегда сможешь вернуться назад. Отлично. Я-то уже заблудился, даже не знал, как отсюда выбраться. А как мне... Тебе неплохо. У тебя есть все, что нужно для дальнейшего путешествия. Возвращайся к мастерскую. Как можно скорее попробуй починить камеру. Дорога в убежище есть на карте. Так, нажал справа. Тут что-то, короче, появилась карта. Вот оно как. Теперь нам нужно будет понять... Ой, случайно нажал. На чернила вообще нельзя нажимать. Баз-стоп. Это остановка. А это у нас что такое? Это у нас, наверное, мастерская, да? Все, ребят, вернулись мы обратно. Здорово. Рада, что тебе удалось выжить. Это хороший знак. Ну, еще бы. Дай мне камеру, пожалуйста. Так, давайте дадим мне камеру. Сейчас посмотрим. Она сумеет починить камеру? Серьезно? В отличие от рации, тут с проводами все норм. Детали вроде бы в порядке. Странно, похоже, что ничего не сломано. Я думаю, нужно вставить кассету. Почти уверена, что видела что-то похожее дома. Поможешь ее найти? Я посмотрю тут, на своем столе. Я, кстати, знаю, где кассета у нас находится. Кассета у нас находится вот здесь вот. Видеокассета берем. Идем обратно. Вставляем ее сюда и... И смотрим. Так, оба, посмотрите. Тут маленький телевизор загорелся, короче, рядышком, да? Ура! Теперь можно приступить к нашей основной задаче. Первый шаг в поисках лекарства. Изучить образцы зараженной крови. Такой анализ даст нам много полезной информации. Только боюсь, что сначала тебе придется немного изменить свой наряд. Близкий контакт с чернилами без соответствующей защиты очень опасен. Защитного костюма у меня нет. Но маски и перчаток будет вполне достаточно. Кроме того, тебе нужен стерильный шприц. Мир полон мертвых, но не каждое тело может стать донором. Некоторые пролежали там слишком долго. Нам нужен относительно свежий образец. Недостаточно просто уколоть свежий... Свежий труп, чем меньше он гнил, на солнце тем лучше. Найди маску и перчатки, а потом достань для меня образец зараженной крови. И не забывай об осторожности. Не хотелось бы самым свежим трупом в окрестностях оказаться бы твой. Короче, ладно, ребят, нам нужно найти будет тело, с которого нужно будет взять образец. Я и правда так выгляжу? Эта камера однозначно меня полнит. Или может мне пора съесть на диету? Включи монитор. Эта камера добавляет мне как минимум 5 кило. Так, выключил монитор. Что-то могу еще с собой взять, например. Что-нибудь, что здесь плохо еще лежит. Короче, нам нужно, ребята, выйти, видимо, на улицу, да? О, мы можем пойти в ванную комнату. Прекрати двигать вещи моей в ванной. Всем нужно немного личного пространства. Вот, занимайся своими делами и не щелкай по всему подряд. Ну, прямо. Я хочу все изучить, вообще-то. О, что-то нашел. Защитная маска. Защита для лица есть. Теперь осталось позаботиться о руках. Так, нужно перчатки какие-то, наверное, найти, да? Кстати, я помню, вроде бы перчатки висели. Ребята, вот перчатки, знаете, где висели? Настройки. Настройки были. Перчатки. Наверное, там, если я не ошибаюсь. Так, это куда? Это куда? Да, бас стейшн. А это что у нас такое? Это вот что это? Что это? Это у нас... О, это школа. Игра сохранена. Отлично. Рюкзак нашел. А рюкзаки ничего нет. Так, школа, школа. Оба! Прикиньте, чувак какой-то? Этот юноша умер с гитарой. Сигареты во рту, что я читаю. Хоть убила его и не эта дурная привычка. Но не думаю, что закоренелый курильщик хороший донор крови. Найди подходящее оборудование и другой труп. Короче, интересно, а учителя знали, что тут творилось? Дети очень рано начинали курить сигареты. Быстро привыкали, тратили на них деньги и портили себе здоровье. Но и школа не принесла им ничего хорошего. До них добрались чернила. Обычные ручки оказались куда опаснее сигарет. Какие-то рисунки. Так, что тут есть? Бррррррр. Он говорит, протухшие остатки еды, старые пакеты, выброшенные оборудования. Все ржавеет, гниет, разлагается. Не хочу даже думать, как там воняет. Никто не опорожнял эти контейнеры. Уже очень давно. Рай для крыс, а нам тут ловить нечего. Странно, я словно уже где-то Видел эту коробку Хорошо, что из нее не лезут пауки Это хорошо, это вообще Верегут Так, что можно сделать-то? Нам повезло, наконец-то незаколоченное окно Это отличный шанс попасть внутрь Жаль, что оно слишком высоко Ага, это намек Ребят, это какой-то был намек, да? Что если оно высоко, то Ну, нужно как-то туда забраться Тут тоже заколочены двери и окна Как видишь, не только мне Это пришло в голову В школу тоже пройти мы не сможем Тут тут тоже трупецкий лежит Жертва чернил Несомненно, интересно, кем была эта женщина Может учительница А может матерь у кого-то из учеников Мы никогда не узнаем Ей не очень повезло Нужно взять у кого-то из этих Людей образец крови Не думаю, что этот труп подойдет Он тут, кажется, уж очень давно Лежит Собери необходимое оборудование И найди подходящего донора Где я найду вам донора? Тут все одни трупы Часы не работают уже очень давно На этот раз они сломались Не по твоей вине Ага Так, ладно Ну, пойдемте дальше Сюда посмотрим, что у нас Еще есть на карте Давайте глянем, может быть, парк Тут какой-то есть О, парк Офигеть Никогда раньше не видел этого мужчину Точнее его труп Он, видимо, умер недавно Идеально Ты можешь взять и у него кровь Нам нужен образец как раз Из такого трупа Возвращайся сюда Когда найдешь все необходимое оборудование Возьми у него кровь и принеси мне Только веди себя почтительно Никто не заслуживает такой судьбы Это я согласен, конечно Так, а что же дальше-то? Подожди, давайте в парк пойдем Там, может быть, как-то можно пройти туда дальше Понимаем Так Опа Тут тоже какая-то Какое-то мяско Так, тут у нас трупецких столько много Ужас Ужас, ужас Что творится Что-то недоеденные консервы какие-то Смотри-ка, у нас появилась молчаливая наблюдательница Опасной она не выглядит Но, видимо, подверглась мутации Люди ее не кормят И ей тяжело искать пропитание Это птичка 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 осталась одна жива Уверен, на дне этого колодца Целая куча монет Ох уж Эти наивные сейвери Ну что же Если у тебя вдруг опустеет кошелек Ты знаешь, где достать денег Ладно О Ребят, там будут, наверное, монетки Нужно будет потом Господи, что за хрень? А Ребят, что это было такое? Вы видели, кто это был? Ни хрена себе Я не знаю, это робот или какой-то монстр Короче, он неожиданно выпрыгнул прямо Из этой двери, видимо, туда нельзя пойти Ладно, пойдемте, может, сюда Тут у нас еще что-то есть Вот это да, вот это скример был Мольберт Принадлежности для рисования Но где же художник? Где же художник? Художник же где? Художник, наверное, это вот как раз и был этот товарищ Скорее всего Ребята, откуда здесь такой монстр, а? Вот это интересно О, могу даже веточкой немножко поломать Я считаю, что ужасно старое засохшее дерево Осторожнее с ветками Они могут сломаться в любой момент Хм, это намек, да? Это какой-то, ребят, намек О, лестницу взял Ребята, отлично Я взял лестницу Хорошо Так, теперь нам нужно вернуться А вот это, подожди, перчатки Можете использовать эти перчатки Вряд ли мы найдем другие Слушайте, а как мне их использовать? К сожалению, они слишком высоко висят И тебе не достать их Даже если ты встанешь на носочки Нам нужен хороший план Ребят, нам нужно достать перчатки А, может у нас есть камень Камень мы взяли еще какой-то Так, погодите Я не знаю, что, ребят, с перчатками А, вот, сбил Перчатки камнем сбил Не лучший вариант, но сойдет Такая защита гарантирует хоть какую-то безопасность Можешь сосредоточиться на завершении второй части дела Добудь образец крови и принеси в мастерскую Оу, воу, 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 воу Это кто такой был, а? Смотрите, он труп забрал Опять это чудовище появляется Что происходит? Он забирает трупы Я не знаю, кто это такой Прием, прием, меня слышно? Что случилось? На какое-то время я потерял контакт Надеюсь, это проблема временная Слушайте, ребят, здесь, в принципе, игра Она реиграбельна То есть можно, судя от твоих действий То есть происходят разные ситуации Как ты действуешь в игре Такое, ну, собственно, так и игра развивается дальше Все зависит только от тебя Поэтому Если бы мы что-то сделали, например, другое То наверняка игра бы как-то по-другому себя повела Давайте вернемся обратно Я что-то даже не знаю, что делать Так Может быть, нам нужно А, нам нужно Именно, я понял, ребят Нам нужно знать куда Сейчас, сейчас, сейчас Нам нужно будет в школу И там у нас же есть лестница, да? Может быть, она пригодится? Точно! Так Мы сумели добраться до окна Но оно закрыто Какая-то неожиданность Ручка с другой стороны И вряд ли нам кто-то ее откроет Не стоит рассчитывать, что там остались в живых К счастью, я знаю одну простенькую хитрость Тебе понадобится камень Где раздобыть нам камень? Мы уже один камень использовали Нам нужно еще один камень О, я нашел камень именно здесь Где, возле колодца Друзья Так, теперь нам нужно будет вернуться обратно Вернуться обратно Это возле школы Так, возвращаемся в школу Берем камень в руки Разбиваем окно Все очень просто Бам! Хорошо Дальше что? Залазим в туалет Берем шприцы Грязный шприц Осторожно Не уколись этой иглой Он очень грязный Можно испортить образец И результаты анализов Нужно найти способ Очистить шприц Как? Так, я взял еще тут Камень валяется Не советую использовать Пользоваться кранами Вместо воды Наверняка полезет Какая-нибудь вонючая жижа А грязи нам И так хватает Ну-ка, если мы откроем все-таки кран Посмотрим, что будет Посмотрите, там мыло По-моему Нет, не вылазит мыло Так, окей, нет, давай обратно Нужно обыскать туалет Может быть, что-то мы найдем Очень важное Интересное Чернила нельзя трогать Блин Трупецкий Такое впечатление Как будто Неудачи преследуют нас Столько усилий И снова тупик К двери лучше не подходить Она в чернилах И дальше все равно не пройти Ну, видимо, нам нужно просто Выйти обратно У нас есть шприц Так И нужно будет Просто как-то отсюда Выйти обратно Так, возвращаемся обратно Это труд в не лучшем состоянии У кого-то нужно взять кровь, ребят Не знаю, у кого Шприц нужно продезинфицировать Как это сделать? Может быть, вернемся обратно Может быть, она нам что-нибудь На месте подскажет, а? Так, продезинфицировать Я уж тут все, ребят, обмотал Не знаю даже Боюсь просто промыть шприц В проточной воде недостаточно Вода не дезинфицирует Она лишь смывает грязь И видимые бактерии Все равно остаются на шприце Нужно найти другой способ К сожалению, нам это не подойдет Производители гарантируют Очистку деревянных, пластиковых И других поверхностей в доме Тут ничего не сказано О дезинфекции медицинских изделий А, слушайте, на стройке Там, по-моему, бутылка спирта стояла Ребят, сейчас, по-моему, мы найдем На стройке же была у нас Бутылка спирта Или там водка, наверное Я не знаю, что это было Вот эта вот бутылка так Что, подойдет? Не подойдет? Вылили Видимо, это был спирт Точно Промыли шприц Теперь возвращаясь обратно Полная защита Есть Чистый шприц? Есть Теперь осталось найти труп, у которого Можно взять образец крови Не забывай Подойдет не каждый Ну что ж, дорогие друзья На этом будем Нашу серию заканчивать Bad Dream Fever Если вам игра понравилась Если вас заинтересовала Что же будет дальше Где же мы найдем труп И как вообще здесь Можно будет в этом мире Интересно выжить То ставьте лайк Если ждете продолжения Запишите в комментариях Хочу продолжения Всем удачи и успеха Подписывайтесь на канал Приходите ко мне на стримы На мой твич канал Ребята, у нас там каждый день Стримчанские идут Всех жду на моем твиче Всем счастливо И пока-пока